Послание Отца Абсолюта 28 октября 2020 года Истинная свобода мыслия Здравствуйте, дорогие мои любимые дети! Итак, продолжим разговор о том, как вам научиться сохранять высокие вибрации в этой накаляющейся до предела обстановки на вашей планете. Я вижу, как вам трудно совладать со своими чувствами, когда вы видите вокруг не просто ужасающую несправедливость, но и понимаете, что подавляющее большинство населения планеты поддерживает ее своей покорностью и бездействием. Это действительно тяжелое испытание для тех, кто прекрасно понимает, что происходит на самом деле. Порой вам кажется, что вы один в поле воин, и вас начинает охватывать чувство бессилия что-либо изменить. К сожалению, родные мои, страх за свою жизнь не только парализует волю большинства людей, но и затуманивает их сознание. Они уже не способны здраво рассуждать, сопоставлять факты, искать правдивую информацию. Они принимают на веру все голословные заявления официальных властей, поскольку привыкли к тому, что именно те устанавливают правила и решают за них, как жить и что делать. Такое отношение к власти формировалось на протяжении веков, и нельзя винить за это людей. Во всех странах и во все времена свободная воля человека не только подавлялась, но и преследовалась. Свобода мысли считалась и до сих пор считается непозволительной роскошью, за которую человеку приходится расплачиваться своим здоровьем и благополучием. Но чтобы замаскировать свои планы по порабощению человечества, сильные мира сего создали некий суррогат свободы мыслия, искусственно внедряя в общество так называемое альтернативное мнение. Оно принимает разные обличия. Это ярые оппозиционеры, существующие власти, проплачиваемые все той же мировой верхушкой, руками которых они вносят хаос в общественное устройство различных стран. Это искусственно создаваемые цветные революции, разрушающие основы общества и вгоняющие в хаос и нищету целые страны. И даже в эзотерическом мире существует масса течений, идущих в разрез с общепринятым научным подходом, которые на самом деле не позволяют человеку духовно развиваться, а лишь разжигают в нем нездоровое любопытство ко всему неизведанному и мистическому. А в чем же состоит истинное, а не показное, свобода мыслия? Главным образом – в способности воспринимать все происходящее вокруг вас не умом, а сердцем, слушать свою интуицию, а не принимать на веру чужое готовое мнение, а также энергетически считывать информацию и людей, доносящих ее до вас. Вся истина, родные мои, уже есть внутри вас, и вам нужно научиться не столько ее постигать, сколько вспоминать, возвращаясь к тому своему состоянию, когда ваше сознание было еще свободным от дуальности и программ трехмерного мира, привнесенных в него рептилоидами. Именно это поможет вам обрести веру в себя как божественное существо и вернуть себе настоящую свободу мыслить и действовать в соответствии с законами Вселенной и апеллировать уже совсем другими понятиями, не имеющими ничего общего с теми, что навязано вам, современным обществом и его кукловодами. На этом мы остановимся сегодня. Любящий вас безмерно Отец-Абсолют говорил с вами. Послание приняла и начитала Марта. Сайт Возрождения. Сайт Возрождения. Сайт Возрождения. Сайт Возрождения. Сайт Возрождения. Сайт Возрождения. Продолжение следует...